Стрельбище биатлонной базы «Заря-Улгу» в Ульяновске медленно, но верно приобретает самый современный вид. Перед очередными с российскими стартами к уже имеющимся двум электронным установкам для стрельбы добавили еще 10. И таким образом существенно облегчили жизнь наставникам во время тренировок, а организаторам во время соревнований. Спортсмен-то этого не чувствует. Спортсмен приходит, мы обязаны зарядить. Установка должна быть заряжена. Но нам удобнее стало. Лишних перемещений у нас нет. На кнопку нажали, вон с води сидят, на кнопку нажали, установка зарядилась. На одном блоке три установки. Новенькие установки пришлись как нельзя кстати. Девятый раз Ульяновск принял переносцы России по летнему биатлону среди ветеранов. На старт вышли 50 участников из десятка регионов России. Согласно заявке, новых имен по сравнению с предыдущими соревнованиями практически нет. Зато результаты заметно выше. Сейчас все люди тренируются. И действительно, посмотрите какие. Очень быстрые и одеты красивые. И технически, и грамотно идут по ходу. И физически окрепшие. Все животы убрали. Это заметно, да. По традиции переносцы России стартуют с индивидуальной гонки. Погода благоволит быстрому ходу и точной стрельбе. Среди претендентов на победу ульяновец Вадим Трифилов. Он единственный из участников отправился на дистанцию в солнцезащитных очках, несмотря на пасмурный день. Здесь мошкара. Он может попасть в глаза и просто возникнут руль при стрельбе. Здесь, кстати, есть две-три зоны, где мошкара очень много. Поэтому я всегда бегу в очках. Что зимой, что летом. Ни мошкара, ни соперники не смогли остановить Трифилова ни в индивидуальной гонке, ни в спринте, который состоялся во второй день соревнований. Лидер ветеранской сборной Ульянска завевал две золотые награды. Их он получил из рук губернатора Сергея Морозова, который стал участником церемонии награждения победителей и призеров состязаний. Михаил Сашанский. Новости ульянской правды. Новости ульянской правды.